Как выбрать материал для строительства стен? Материалы для возведения стен дома. Давайте разберемся, из чего нынче строят дома, а точнее какие используются материалы для строительства стен. Информацию изложим без воды и структурировано. Сначала рассмотрим наиболее популярные стройматериалы, а потом те, которые используются реже. Разумеется, каждый материал имеет свои плюсы и минусы, поэтому об этом мы также расскажем. Итак, популярные материалы для возведения стен дома. Их немало, начнем с самого проверенного и надежного варианта. Кирпич керамический, красный. Изготавливается из глины, экологически чистого материала. Обжиг придает ей красный цвет, а также улучшаются прочностные свойства. Раньше дома строили в основном из кирпича, и они хорошо себя показали. Об этом материале можно сказать кратко. Эта классика проверена временем. Плюсы красного кирпича. Высокая прочность, надежность, способность в длительное время выдерживать большие нагрузки. Минусы кирпича. Высокая стоимость материала, сложная и дорогая кладка. Требуются высококвалифицированные рабочие. Относительно большие временные затраты на строительство. Дома из красного кирпича всегда в цене. Они надежные, долговечные, достаточно теплые, при толщине стен 60 см и более. Такой дом после постройки и через 25 лет можно продать по хорошей цене. Потому что кирпичные дома и по 100 лет служат. Керамические блоки. Паризованная керамика. Современный материал для стен дома. По сути, тот же красный кирпич, только с многочисленными пустотами. Изготавливается путем обжига той же глины. Однако при этом в материале создаются пустоты, которые значительно улучшают его теплоизоляционные свойства. Кроме того, в ходе производства в исходный материал добавляют опилки. При обжиге они выгорают, за счет чего образуются микроскопические поры. Плюсы паризованной керамики. Отличные теплоизоляционные свойства. Экологическая чистота. Крупноформатность блоков. Кладка выполняется довольно быстро. Меньшая масса, а значит, меньшая нагрузка на фундамент. Недостатки. Высокая цена. Пониженная несущая способность и прочность по сравнению с полнотелым керамическим кирпичом. Повышенная хрупкость. Особенно заметна при транспортировке, погрузке, разгрузке. Легко впитывает влагу. Кстати, относительно прочностных характеристик следует отметить один момент. Производители зачастую утверждают, что паризованные керамические блоки, используемые для возведения несущих стен, по прочности соответствуют бетону марки М100. Например, нередко можно услышать, что прочность такая же, как и у обычного полнотелого красного кирпича. Однако, на практике это получается не всегда. У разных производителей прочность паризованной керамики может быть разная. Поэтому при покупке нужно быть бдительным. Несмотря на имеющиеся недостатки, сейчас этот материал весьма популярен. Применяется для строительства элитных домов. Газобетон. Материал является разновидностью ячейстого бетона. Производится из кварцевого песка, цемента, специальных газообразователей. Кроме того, используется известь, гипс, а также шлаки и другие промышленные отходы. На выходе получается материал с открытой пористой структурой. Диаметр пор примерно равен 1,3 мм. Преимущества газобетона. Небольшая масса, низкая теплопроводность, простота механической обработки, хорошая прочность, сравнительно невысокая цена. Недостатки газобетона. Сильно впитывает влагу из-за открытой пористой структуры. Повышенная хрупкость. Требуется надежный фундамент, чтобы исключить даже небольшие просадки. Сейчас популярность газобетона на высоте, ведь за относительно небольшую цену можно получить теплый и вполне прочный дом. За счет низкой теплопроводности допускается строительство стен значительно меньшей толщины, чем, например, в случае с красным кирпичом. Это дополнительно снижает затраты на кладочный материал. Кроме того, стоимость труда рабочих заметно ниже. Дома из газобетона строятся сравнительно легко и быстро. Пенобетон. Также вид ячейстого бетона. В отличие от газобетона, этот материал имеет закрытую пористую структуру. Изготавливается из песка, цемента, пенообразователя и воды. Технология изготовления пенобетона довольно проста. Для производства не требуется дорогостоящее оборудование. И нужно сказать, что этот факт дает не только плюс, но и добавляет важный минус. На рынке есть немало пенобетона, изготовленного сомнительными частными фирмочками. Кустарное производство. Соответственно, качество такого материала не может быть высоким. Достоинства пенобетона. Малый вес, хорошие теплоизоляционные свойства, простота обработки. Легко сверлится, пилится. За счет закрытой пористой структуры поры замкнуты. Пенобетон не впитывает так сильно влагу, как газобетон. Недостатки пенобетона. Плохая паропроницаемость. Стены не дышат. Требуется хорошая вентиляционная система. Почти не работает на изгиб. Со временем дает существенную усадку, а значит, возможно образование трещин. Несмотря на весомые минусы, пенобетон используется для строительства жилых домов. Также этот материал применяют для звука и теплоизоляции стен, крыш, полов и т.д. Древесина. Природный материал, проверенный временем. Дома из дерева строились с давних времен. Не потерял своей популярности этот материал и в наши дни. Причем есть разные технологии строительства деревянных домов. Так их могут строить из сруба, старый метод, когда стволы обрезают до требуемой длины, делают в них замки и пазы, а затем укладывают, создавая стены. Также есть способ строительства из оцилиндрованных брусьев. В таком случае бревна на производстве обрабатываются до гладкой поверхности, маркируются. При этом брусья могут быть строганные, пиленные, клееные. Преимущества древесины. Относительно доступная цена по сравнению с другими дорогими материалами. Экологическая чистота. Отличные теплоизоляционные характеристики. Эстетичный и привлекательный внешний вид. Не требуется сооружать мощный фундамент. Достаточно долгий срок службы, при правильном строительстве и уходе. Естественно, у разных пород древесины износостойкость разная. Простота механической обработки. Недостатки древесины. Пожароопасность. В случае пожара деревянный дом может сгореть полностью и очень быстро. Для защиты от возгорания нужна спецобработка. Плохая устойчивость к различным паразитам, плесени, грибкам. Требуется обработка специальными веществами. В той или иной степени, в зависимости от породы, впитывает влагу и склонна к гниению. Склонность к возникновению трещин. Усадка может происходить на протяжении трех-пяти лет. Древесина высыхает и уменьшается в объеме. Несмотря на недостатки, дома, построенные из дерева, были и будут всегда в цене. В деревянном доме приятно находиться, дышится легко. В нем уютно и комфортно. Одним словом, дерево. Ракушечник. Это абсолютно экологически чистый материал, полностью природного происхождения. Порода у этого камня пористая, карбонатная. Он состоит из прессованных ракушек. Отсюда и название – ракушечник. Также называют ракушняк, известняк. Камень бывает разный по плотности, по форме, виду и количеству ракушек, формирующих его основу. Соответственно, прочностные эстетические и другие характеристики у разных ракушечников могут сильно отличаться. Однако, в целом, по плюсам и минусам этого камня можно сказать следующее. Преимущество ракушечника. Полная экологическая чистота. Превосходит даже древесину, так как она требует пропитки специальными защитными веществами. Не накапливает радиацию. Обычно она ниже уровня чувствительности измерительных приборов. Сравнительно низкая цена, если не считать доставку. Высокая скорость строительства. Например, его могут распиливать на блоки размером 490 на 240 на 188 мм. Плотный камень обладает довольно высокой прочностью, пригоден для возведения несущих стен. Недостатки ракушечника. Повышенная способность поглощать влагу, особенно упористого и низкопрочного камня. Выше, чем у керамического кирпича. Размеры блоков неточны и часто наблюдаются значительные отклонения. Из-за того, что блоки не штампуются, а выпиливаются. По теплопроводности уступает кирпичу, газобетону, древесине и некоторым другим материалам. Нередко наблюдается неоднородность по плотности и прочности. Материал-то полностью природного происхождения. Отношение людей к этому камню неоднозначное. В одних регионах из этого камня строят большую часть домов. В других практически не строят из-за имеющихся существенных недостатков и отдают предпочтение другим стройматериалам для возведения стен. Конечно, это еще связано с тем, что доставка камня в некоторые регионы может быть дорогой и невыгодной. Керамзитобетон. Изготавливается методом прессования из смеси воды, песка, цемента и керамзита, который производят из глины. Дополнительно в блоках могут выполняются пустоты разного объема и формы, например, прямоугольные, цилиндрические. Кладка обычно выполняется с использованием армирующей сетки. Через 3-4 ряда. Плюсы керамзитобетона. Низкая теплопроводность. Хорошая прочность. Выше, чем, например, у газобетона. Сравнительно невысокая цена. Экологическая чистота. По сути, основой является глина. Небольшая масса, благодаря наличию пористого и легкого материала керамзита. Технология изготовления довольно проста. Можно изготовить и самостоятельно. Долговечность. Проверенный временем. Хорошая паропроницаемость. Стены дышат. Минусы керамзитобетона. Повышенное водопоглощение. Нужна гидроизоляция. Защита от внешних атмосферных воздействий. Требуется надежный фундамент. Наличие мостиков холода. Тонкие швы делать проблематично из-за значительных отклонений в размерах блоков. Встречается материал кустарного производства с низким качеством. Из-за простоты технологии изготовления. Следует также отметить, что керамзитобетон довольно универсален. Подходит как для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве, так и для сооружения перегородок, полов, перекрытий. Этот материал нередко используется просто как утеплитель. Арболит относится к легким бетонам. Также используют другое название – арболитовые блоки. Для изготовления используется цемент, вода, органические заполнители, химические добавки. Причем, в качестве заполнителей 80-90% от всего объема могут применяться разные материалы. Древесная щепа, зачастую кастральна или конопли, стебли хлопчатника и другие. Химические добавки используются для устранения негативного влияния органики на процесс затвердевания цемента. Это могут быть жидкое стекло, хлорид кальция, сульфат алюминия и другие. Преимущества арболита. Экологичность, малая теплопроводность, можно обойтись без утеплителя. Хорошая огнестойкость, не поддерживает горение, а при воздействии огня лишь обугливается. Быстрота, строительство стен, блоки достаточно больших размеров. Высокая прочность на изгиб, обладает способностью восстановления формы после воздействия нагрузок, за счет наличия древесных частиц. Не требует мощный фундамент, как, например, для газобетона. В стены можно легко закручивать шурупы, забивать гвозди. Держится надежно. Недостатки арболита. Требуется защита от влаги, из-за наличия в составе органических веществ. В некоторых регионах материал трудно найти. Цена может быть явно завышена производителем, поэтому популярно изготовление арболита своими руками. В целом, можно сказать, что это довольно неплохой строительный материал для возведения стен. Тем более, при желании его можно изготовить самому. Применяется для малоэтажных построек, обычно до трех этажей. Это могут быть как жилые дома, так и здания хозяйственного назначения. Шлакоблок. Этот камень производят путем вибропрессования, либо используется естественная усадка шлакобетонного раствора. Связующее вещество цемент, наполнитель шлака металлургического производства. Однако, нужно сразу подчеркнуть, что в настоящее время шлакоблоками принято считать все камни, которые изготавливаются вибропрессованием из бетонного раствора. В качестве наполнителя, помимо шлака, могут также использоваться гранитный отсев, бой кирпича, затвердевшего цемента, стеклобой и другие. При этом полученные блоки могут быть как полнотелыми, так и с пустотами, которые в свою очередь могут быть разной формы и размера. Плюсы шлакоблока. Не горит, не боится перепадов температур, длительный срок службы около 100 лет, доступная цена, хорошая звукоизоляция, неплохо сохраняет тепло за счет пористой структуры, хотя и уступает в этом плане некоторым другим материалом, например, газобетону. Высокая прочность. Строительство стен проще, чем, к примеру, кладка кирпича. Размеры блоков значительно больше. Минусы шлакоблока. Гигроскопичен, способен поглощать воду на 75%. Нужна гидроизоляция. Стены все равно нуждаются в утеплении. В составе могут быть вещества сомнительного происхождения, которые способны оказывать токсическое воздействие на организм человека. Отходы производства дают от себе знать. Экологичность блоков зависит от добросовестности производителя. Высокая прочность материала затрудняет прокладывание в нем кобелей, труб. Стены имеют непрезентабельный вид, поэтому отделка обязательна. В целом, можно сказать, что шлакоблок – неплохой материал для строительства стен. Также его используют для кладки фундамента, сооружения, перегородок. Однако многих останавливает вопрос вредности, поэтому для жилых домов часто предпочитают использовать другие варианты – кирпич, газобетон и т.д. А шлакоблок для хозпостроек, гаражей, заборов. Как видите, сегодня рынок предлагает множество вариантов для решения этого вопроса. Дом можно построить такой, как вы хотите, не только по внешнему виду, но и по теплоизоляции, прочности и другим характеристикам. Поэтому выбирайте оптимальный материал для строительства за стен дома и за работу. Ссылка на статью в описании. Заходи к нам почаще!